Друзья, приветствую всех на канале Атамон оф Лайв, сейчас мы с Глебом вышли из киндер праксиса от детского врача, вот он сидит, Глеб, привет всем, елочка, за елочку спрятался, и хочу вам рассказать, что мы хотели сделать у детского врача, мы делаем, во-первых, прививку от аллергии, делать ее нужно будет в течение трех лет, мы сегодня только об этом узнали, что в течение трех лет, ежемесячно, нужно будет ходить к врачу, и делать эту прививку, и плюс Глеб также захотел сделать прививку от, правильно, коронавируса, почему, расскажи, потому что мы хотели зимой полететь в Египет, чтобы много чего делать, чтобы путешествовать, вот, то есть как бы это его было добровольное согласие, сегодня мы сходили так же, когда у врача были, спросили, к сожалению, это невозможно сделать, так как Глебу 11 лет, можно разрешено только с 12 лет, вообще это возможно сделать, врач сказала, но под ответственность родителей, если что-то случится, то государство не будет делать какие-то выплаты, там, если ребенок пострадает и станет инвалидом, то есть никаких выплат не будет, и также она сказала, что в данный момент проводится, как бы, опыт, не опыт, как это, проверка файзера, байонтек препарата от коронавируса в Америке, 1500 человек, 1500 детей ввели им этот препарат, 700 человек это было плацебо, и остальные это были настоящий препарат, по всем наблюдениям, этот препарат себя повел очень с хорошей стороны, никаких побочных действий не было выявлено, и поэтому, скорее всего, как доктор тоже сказал, с 1 января 2022 года в Германии разрешат делать прививку детям с 5 лет, уже с 5 до 11, вот этот промежуток времени, это будет прививка неполная, она будет там как-то более облегченный вариант для детей с 5 до 11 лет, уже с 12 лет это будет нормальная прививка, и она нам посоветовала сделать прививку после того, как Глебу исполнится 12 лет, то есть после февраля, в феврале у нас уже 12 лет Глебу будет, да? Вот, и как бы она сама за прививку, у нее ребенку тоже 11 лет, она говорит, как только исполнится ему тоже 12, мы будем делать она, то есть за прививку, за вакцинацию от коронавируса. Так что у нас такая история, хотели сделать вакцину от коронавируса, BioNTech, но сказали подождать, подождать пару месяцев, и действительно в этом году мы планируем, возможно, если все получится хорошо, куда-то попутешествовать, так как у меня отпуск и зимний период с 23 декабря, и у Инна с 23 или 24 декабря начинается отпуск, так как, возможно, мы будем куда-то путешествовать в направлении Египта, то есть это одно из направлений, в которые мы хотим путешествовать в этом году. В этом году я там был один, обстановку разведал, все нормально, то есть теперь я знаю, в какой отель, куда можно ехать, куда ходить, куда не ходить, это будет либо Хургада, либо Шарм-Аль-Шейх, ну или один из других вариантов, это Прага, там тоже красиво, во время Рождества, два рождественские праздники, забронируется там отель, и Прага тоже красивый город, как я сказал, во время Рождества. Но надеюсь, что у нас получится съездить все-таки на море, то есть когда здесь холодно, мы будем отдыхать на Красном море, где будет тепло. Также, что нам посоветовал еще врач, детский врач, она сказала, что можно сделать ПЦР-тест, он стоит у них в практике 30 евро, и все, то есть как бы 30 евро. В других местах он стоит чуть-чуть дороже, то есть, говорит, есть там цены и до 100 и выше евро. Действительно, я об этом слышал, так что придется, возможно, делать ПЦР-тест. Так что не огорчайся, поедешь ты, если что, путешествовать в Египет. Хочешь в Египет? Да. Да? Ага. Что, ни разу там не было на Красном море? Да. Валяться на пляже, загорать? Хочу. Хочу? Да. Поедем. А на следующий год будем делать с тобой прививку. Ага. Да? Да. Согласен? Да. Чтобы потом не было никаких ограничений, потому что эти ограничения, они в любом случае для всех, кто не привит, и лучше один раз привиться, и все на этом. Будет прививка, и будет все супер. На этом свое видео заканчиваю. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео, и всем бейсбальд. Чус. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok